Выставка интерактивная, уникальная по своим подходам, потому что именно Петергоф в нашем музейном сообществе ищет, ищет, ищет все последние годы новые подходы к презентации, к популяризации нашего культурного наследия и петровского наследия. В частности, эта выставка поистине музейная, над ней работали серьезные, хотя еще очень молодые музейщики Петергофа, музейные кураторы, которые старались наиболее ярко, выпукло, информативно и, безусловно, исторически, научно достоверно высвятить ту тему, которой посвящена выставке. Это выставка рождения Петровских ассамблей. Действительно, мы как молодая команда немного волнуемся, потому что и Министерство культуры, и столь взыскательное музейное и культурное сообщество Петербурга сейчас впервые смотрят эту выставку. Мы больше года ее готовили. Каждый предмет из коллекции, он составлен здесь со смыслом, то, чем занимались на ассамблеях. Ту культуру, которую Петр транслировал в такой развлекательной форме, шахматы в Россию и историю ассамблей. То есть, помимо вот такой, как зовут, легкой формы, которая вам покажется, она за собой таит очень большую скруглезную работу, потому что здесь, вы видите, восходный стол. Он восторгом не просто так, его сделали. Эксперты Петровской кухни у нас и такие есть, и они есть у нас в мультимедийной составляющей. Поэтому эта выставка, это такой сложный проект, который при его легкости может действительно путешествовать по всей России долго всегда и нести свою просветительскую функцию для дела и для забавы. Я сегодня чувствую какое-то такое расширение поля деятельности нашего музея. Меня, знаете, все время спрашивают, какое отношение вы имеете к Петру Первому? Я отвечал, никакого. Мы стали немножко теперь и Петровскими. Эта выставка, которая сюда пришла, она тоже для меня чрезвычайно интересна, потому что я давно уже слежу за деятельностью Петергофа в создании вот этих передвижных выставок. Даже некоторые я видел на выезде, но я совершенно не представлял себе, что может быть такое, что вот и у меня в музей эта выставка будет. Вот вчера сам пальчиком трогал эти фрукты и смотрел, как же здорово. И хочу сказать, что она стоит уже несколько дней, мы ее выставили, да, и посетительским интересом огромным она пользуется, люди подходят. Вообще у нас с посетителями хорошо, поэтому ее выставку здесь увидят очень многие. История ассамблей, она сегодня очень-очень актуальна еще потому, что мы сегодня вернулись к этому Петровскому слову, этому Петровскому понятию, который очень хорошо передает дух Петровской эпохи. Сегодня мы в Гатчине, Ленинградская область, особое место на Петровской карте России. Это лидер, абсолютный лидер в России по количеству петровских населенных понтов, по количеству петровских городов. Номер один именно Ленинградская область. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова